итак друзья всем привет очередное видео на канале латуха показывает сейчас я получил из москвы после коллег с 4 куда надеюсь нужный телефон уже были случаи когда мне прислали то что надо поэтому пока только надеюсь пока не уверен и уже прислали этот постоянный зритель канала тот аппарат который явно был не оригинальная надпись вообще похоже хотя какая-то разница с моим прошкой надеюсь как и описано небольшая но в общем да тоже android 8 1 все параметры измены изменилась только оперативка и накопитель 4 на 64 вместо 6 на 128 который меня в прошке пробуем открыть убираем коробку аппарат уже само собой не запакованы ребятки с 4 куда его уже смотрели пленку уже отодрали по моему да понятно они не могут с пленкой попользоваться ой что они с ним делали то так я еще в кадр не попал что они с ним делали вот ладно молчу ну в остальном вроде все на месте все и цело коцка это видимо разок проверили его нападение ладно фиг с ним вы терпим зашлифуется об карман надеюсь всяко лучше чем то что я клеем намазал я конечно больше похоже на брак производства но я надеюсь что это не брак производства ну и проверим как говорили что это затычка легко вынимается но я бы не сказал что так уж легко как некоторые меня уверяли что это затычка легко вынимаемая но вынимается как я вижу но что-то она все равно не хочет выниматься может быть она и к очень вылезет и уже есть а ну да и вот муляж тот который людей описывали ну значит чуть позже я посажу на клей хотя теоретически там конечно вроде на глазок то все герметично и ничего не должно никуда протекать там дырки просто нет в корпусе но все равно если ее потерять то есть этика будет потеряна поэтому я позже посажу на силикон пока убираю далее смотрим комплект я думаю абсолютно тот же то есть вот агэ в наличии дата кабель наличие отвертка в наличии зарядка та же самая экспрессовская 5912 написано самом деле 579 наличие гарнитура то же самое переходничок короче разница на самом деле как я думал никакой значит аппарат забираем коробку убираем достаем симки из моего действующего 9000 если кто не в теме как это делается сейчас все увидите если сам найду забыл где режим самолета включается так гасим экран поскольку мне предстоит ближайшее время жить с тем аппаратом то и соответственно начну заново полную настройку этого аппарата вылазь выгружайся загружайся и все в сад ключик в сад отстаем отвертку ой ой так вечер чувствуется вечер это сильно все не испортил нельзя так нажимать моя ошибка 717 272 у меня теле 2 уголочком вниз мтс все карту памяти сюда ставить в принципе уже можно 64 не так много да наверно тогда это и сделаю карта память карта памяти у меня была бы есть небольшая но все же влазь все теперь вставляем начинаем включение потом будем закручивать нормально он еще и пришел включенный молодцы ребятки блин ладно режим полета режим полета пока закручиваем пока он с симками знакомится никакого чрезмерного усилия на опыте с 6000 модели чтобы не сломать болтики то есть затянули достаточно но не чересчур не видит значит придется все таки перезагрузить да ну то что пленочку сняли конечно блин обидно придется комплекте то есть старая надеюсь если придется ее устанавливать есть только опять же погнутая немножко но ничего надеюсь она выгнется обратно все симки появились 7.2 красный как в рекламе не зря они это себе рекламу проплачивали так выносим а нечего выносить нормально тут другой ланчер я уже запутался где какой ланчер ладно проехали ладно открываем камеру проверяем ну в общем прикольно что еще могу сказать только одно прикольно фронталка работает если ее протереть наверное будет вообще шикарно работать ну да короче все то же самое на глазок что и в старшей модели как я и надеялся какая нахрен инструкция для windows нормально то есть теперь они посчитали что я на windows фоне нормально ладно проехали датчик датчик давления у нас что говорит миллиметр столба 767 ладно пауза друзья извините за паузу дальше продолжаем ой привычка так камеру мы проверили настройки система о телефоне версия по заказу теле теле трали вали я думаю что все видно так беспроводное обновление вы пользуетесь последней версии либо ребятки обновили либо им пришел аппарат уже свеженький в общем то меня это как то не особо волнует я захожу на стройки все равно и делаю полный сброс настроек как я это делаю очень просто берем во первых проверяем аккаунт тут еще найти аккаунт восьмом андроиде аккаунт запрятан конечно серьезней это меня всегда выбешивает малость вот наверное тут нет нет ой 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 вот я реально потерял аккаунт привет блин нет так ладно попробуем вот вот так нет тоже не то это не аккаунт а так значит и нет аккаунтов что ли пользователи аккаунта ну да аккаунтов то у нас и нет но на всякий случай раз такая пьянка пошла извините за выражение будем делать сброс настроек все равно сброс настроек так стоп вспомнил файл менеджер так стоп где он тут вот вот разрешить сюда ну вот куча ненужного удалите это 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 улет окей ну в общем все вот теперь сброс настроек вот то с чего я советую запускать любой аппарат но тем временем включаем его брата близнеца старшего снимаем его с беспроводной зарядки потому что я хочу перенести данные с одного на другой надеюсь что внутри модели это пройдет вообще без сучка без задоринки очень быстро ждем пока этот загрузится а этот сбросится тем временем кстати на герметик посажу на черный эту заглушку думаю большую она ещё и симметрична пока все излишки силикона убираем потом конечно все равно оттирается но лучше заранее и пусть засыхает потом станет выдрать уже практически только из за подцепляя чем-то твердым практически грубо говоря невозможно ладно хотя еще должно поменяться на наши привет потому что симки то наши вот начать теле 2 всегда спрашивайте теле 2 эту хору то есть дело все таки в софте на что тут авто понаставил этот софт не хочет давать вот собака так правда я тут еще с режимами химичем может быть в этом дело и на все не здесь на все здесь на все вот так понятно без этого не будет соединяться ну короче опять попадала значит ладно нажимаем возникли проблемы ладно хорошо делаем как он пишет дубль 2 точнее версия 2 google настроить устройство поблизости далее видимо надо делать без установленного софта работающего с nfc иначе какая-то проблема далее далее ну теперь тогда все получилось хотя бы в таком режиме но я буду знать что если у меня установлен софт то со в том то у нас проблема ну и далее принятие нет, переключись, качественно нормальную сетку не дает он поменять Wi-Fi в этом процессе так что, если ввели данные какой-то сетки то придется этой же сеткой пользоваться и так, ларчик просто открывался оказывается, нужно было на втором телефоне не выключать интернет и тогда все тут расклинивает и дал доступ ко всему и все начал восстанавливать но тогда второй долбит приходящими уведомлениями потому что я его выключал на сутки сутки пользовался, напоминаю, девятитысячным на который восьмерка пришла и вот он пишет, что ему нужно, чтобы на том был интернет вот сейчас даже поскакивал, что ожидание отклика от второго аппарата ну, значит, оба аппарата временно должны быть в сети и тогда он будет все восстанавливать, как я понимаю программу он уже начал ставить мой кип поставил уже ну и все остальные, видимо, будет ставить интересно, какая-то библиотека поддержки Google Play так, сеть у нас какая? все правильно которая более быстрая во, Google Play оклемался вот и тут звук уведомления изменился как там стал ну, значит, ждем, пока вот это все обновится когда это все обновится, продолжу изучать ну, может быть, еще что-нибудь расскажу а может быть короче, увидим так, ладно пока аппарат ставит кучу обновлений не дает мне перезагрузить чтобы понять, что с картой памяти у нас мы сделаем затычку взял такой вспененный материал который обычно делают подложку для линолеума а также упаковку на почте запихиваю его в гнездо 3,5 стерео чтобы в случае что потом можно было вытащить блин, уже глубоко слишком засунул вот заталкиваю так, чтобы под силикон осталось совсем немножко места нет, не пойдет так острый кончик отрезаем, чтобы все тупым заканчивалось блин и заталкиваем туда, чтобы получилась перед выходом некая плоскость вот под силикон буквально там 3 мм теперь берем опять силикончик ну и скажем так его туда запихиваем главное не испачкать вот то, что я сейчас чуть не испачкал дырку микрофона если ее испачкать то это будет все жопа силикон у меня какой-то жидковатый попался ищем потолще ой, потверже кусочек ну вот, как-то так когда начнет вставать еще немножко упрессую а потом заровняю короче, надоело мне ждать пока он все доделает я все-таки его перезагрузил и он карту увидел так что зря я паниковал напоминаю никогда внутренней памяти не делаем только портативный носитель иначе будете потом выкидывать карты каждые полгода особо если у кого карта там на 256 гигов это будет капец только портативный носитель ну или внешняя карта у кого как переведено нажимаем готово после этого он откроет карточку и все будет ха, я, все это можно закрыть и не париться все, жду дальше ну что, друзья больше часа, блин по-моему, даже больше двух часов он все это дело восстанавливал но, правда, одновременно с тем что я уже им пользовался переписки, все такое ну, как вы видите все восстановилось сейчас он заканчивает восстановление связи с часами сейчас мы секунд 20, надеюсь подождем он, надеюсь, все это доделает часики вон с ним коннектятся мое мнение такое как я и говорил что 4 гигов ему хватает да, не с охренительным запасом то есть уже не скажу что ему память девать некуда заходил смотрел, сколько оперативки свободно там в районе гига но, в то же время гиг-то свободен значит ему их явно хватает так, что могу сказать лично мне без стекла извините, без пленки тач не понравилось я уже мечтаю приклеить пленку обратно чем я, наверное, займусь когда смогу свободно погасить экран пленки клеить это для меня лично все-таки небольшой гемор поэтому я попарюсь не хочу это делать на камеру потому что я не тот человек который делает настолько идеально чтобы учить других как в пленке клеить стекло клеится легко это я уже делал видео с пленкой я тоже делал видео но на видео видно что я не профессионал в этом плане плюс у меня пленка погнутая не факт, что получится может быть придется ее тупо выкинуть и ждать пока придут новые я как бы заказал помнится мне стекло на этот аппарат поэтому посмотрим может быть буду пользоваться стеклом по приему ну точно так же как и на прошке то есть чуть хуже чем 9000 еще немножко лучше у нас 58 принимает даже лучше чем 9000 остальном принципе все устраивает вот он уже оклемался загрузил все мои будильники настройки ланчер мой уже стоит все логины паролей я вводил очень просто нажимаешь на поле для ввода он спрашивает восстановить поскольку вы делали сохранение паролей кореш да сохранить разрешить использовать авто восстановление до разрешить все единственный банк клиента конечно вводил все по новое в остальном все работает ну и глюк глючок 8 этой модели 9500 про связанные с оплатой google pm я еще проверю будет ли здесь тоже самое связано ли это как я предполагал с android 8 1 или нет кто не понял о чем я объясняю на 9000 58 00 и так далее оплачивается как снял блокировку чтобы экран зажегся то есть приложил пальчик приложил к терминалу оплачено если покупка до 1000 рублей если покупка извините после 1000 то зависит от того какая покупка чего там и так далее может спросить пин-код на аппарате может спросить приложить палец еще раз здесь любая покупка даже за 30 рублей подносим к терминалу терминал квакает говорит посмотрите на смартфон смартфон рисует приложи палец еще раз прикладываю палец прикладываю второй раз его к терминалу оплата прошла то есть двойное действие вот это меня задолбало я попробую поэтому сначала первый раз купить что-то через оплату яндекс деньгами потому что она как бы работает хорошо и обычно даже на тех смартфонах где google play не работает для android поеда она свободно проходит поэтому первый раз пойду магазин с ней после этого убедившись что она надеюсь хорошо работать будет включу карточку android pay и попробуй оплатить им если там не будет второго запроса то это будет означать что у меня первый аппарат настроен неправильно про версия если будет все то же самое значит все таки как я думаю это защита 8 81 android а что это именно я ну что еще могу сказать что все датчики какие были они работают также также вот это вот бреданутая версия про счетчик пульса через камеру она тоже работает точно так же типа якобы просвечивает ваш палец насколько это точно работает я не знаю поскольку мне кажется это софтовая примочка потому что мне кажется он ничего не может замерить лично мое мнение хотя кстати 72 если вспомнить у меня в спокойном состоянии на часах тоже такое было всегда ой это так статус ну и подождем немножко сейчас часы скажут свою версию если тоже будет 72 я выпаду в осадок хотя еще должно быть немножко больше ближе к 80 потому что мне рука напряжена но хуйся кстати давайте тогда уж эксперименток по полной к этой же руке прижмем и его и тоже нажмем старт сейчас должен повысить пусть рука напряжена и блин греет так что жжет горячо 84 а этот что скажет а этот вы все сказал иди лесом я не могу оригинально дубль 2 может ему не понравилось но нет 64 значит все таки как я и говорил какая-то бреданутость но меня также прикалывает что здесь какая-то выпуклость в районе флешка и какого вспышки ладно попытка еще раз если на пальце будет опять 60 чем-то значит он мере должен именно на пальце как в принципе в инструкции написано ну блин жжется капец почему 65 и дрянного батона как будто все-таки мерить ну не знаю тогда ладно это все мелочи датчик приближения здесь работает нормально и как ни странно он вроде даже и черный видит сейчас где-то там ты-динь ты-динь черный но само собой не черный видит большего расстояния датчик магнитного поля очень хорошо видит магнит звуковой сенсор тоже меня слышит вот я молчал было мало да все видели надеюсь датчик освещенности тоже все очень хорошо ну короче на мой взгляд все работает все что должно работать по крайней мере сейчас проверим звезда решетка 87 решетка будет ли тут работать работает напоминаю на прошке не работает так и попробуем тогда что инженерку если она у нас тут сейчас первых установилась ли она восстановилась ли по моему не восстановилась или я потерял ее но если так установить ее займет считанные минуты пароль я все равно не помню значит наберем в поиске инженерку ой поиск я думаю вы видите как он мгновенно работает нет инженерки ну ладно хотя бы так по моему я кстати пароль вспомнил сейчас убедимся что ее нету 4 по моему и вот нет вам ничего ладно инженерку значит будем считать отобрали сейчас что мы можем еще быстро глянуть мы можем быстро глянуть увидит ли он спутники здесь а вдруг понимаешь вряд ли вдруг вдруг он лучше чем моя прошка ну хоть немножко лучше чем прошка нет не лучше ну значит все с распаковкой мы завязываем аппарат пришел в принципе нормально единственное что я напоминаю мне без пленочки так покажется какой-то дубоватый он как будто ну не так например берем какую-то конку на переносим на рабочий ствол и она вот как-то вот не так себя ведет может быть это специально может это ланчер обновился или еще что раньше мне казалось что она была четко под пальцем но могу ошибаться честно все распаковка закончена дальше будем разбираться уже по месту аппарат в принципе нравится как я и думал мне кажется что ему хватает 4 гигов оператива ну дальше узнаем уже в процессе как всегда еще выпущу не одно видео по нему что буду узнавать то и буду рассказывать всем пока удачи чао это была туха с рассказом об этих вот аппаратах от компании blackview всем пока а а а а а а а